Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Трейсер. Сейчас я нахожусь в Эстонии. Я приехал в гости к подписчику моему Владу. Он меня, короче, пригласил. Сказал, поводит по крутым местам. И сегодня с ним мы отправимся в одно подземелье со времен Второй мировой войны. В общем, у Влада тоже, ребята, есть свой канал. Он тут, короче, по Эстонии в разных интересных местах уже бывал. Так что, там ссылочка будет в описании. Переходите, смотрите, если канал понравится, подписывайтесь. А мы, в общем, уже находимся на локации. Вот тут снизу вход. Его, видимо, местные власти завалили. Немножко, чтобы туда никто не проникал. Но, видимо, какие-то такие любопытные диггеры, как мы, немножко разрыли этот вход. В общем, мы сейчас спустимся вниз. И я вам покажу, какой здесь узкий проход. Эти пещеры, они спрятаны глубоко под землей, чтобы их с воздуха не было видно. Глубина их была четыре этажа. Но сейчас, на данный момент, остался только один этаж. Потому что советские войска, когда уходили из Эстонии, они все взорвали или завалили камнями, что туда нельзя проникнуть. А теперь мы можем только увидеть один этаж, который остался. И мы сейчас туда отправимся. Итак, ребята, здесь был большой проход в рост человека. Может быть, даже немножко выше. Сейчас это все вот такими бетонными столбами завалено. И вон там есть такая вот дырка, через которую мы сейчас будем пролазить. Я так понимаю, когда правительство завалило этот вход, даже той дырки, наверное, не было. Но любопытные диггеры, там, сталкеры, еще кто-то эту дырку все-таки расковыряли. За что им большое-большое спасибо. Влад пошел первый. Я сейчас полезу за ним через вот эту щель. У меня такой, ребята, фонарик. Офигенский. Не буду делать рекламу, так как мне за нее не заплатили. Но поверьте, этот фонарик хоть маленький, но он очень крутой. Специально купил его, чтобы лазить по заброшкам. Вот так вот все это выглядит с этой стороны. Был реально очень высокий проход. Ну, сейчас вот такие вот бетонные столбики. В принципе, фонарик мой хоть маленький, но справляется достаточно-таки неплохо. Ребята, сейчас на дворе кризис, и многие компании разоряются и остаются должны кучу денег банкам, сотрудникам, поставщикам продукции и так далее. И когда они должны деньги отдать банку, а денег, собственно, нет, их имущество попадает на торги по банкротству. И так как имущество нужно продать как можно быстрее, цены на такие лоты в разы ниже реальной рыночной стоимости. Есть реальный вариант поднять неплохую сумму, не рискуя ничем. И один из них – это торги по банкротству. Сегодня это уже для большинства не новость. В общем, есть такая компания Smart Resale. Они выкупают такое имущество за копейки. И чем они могут быть полезны для нас? Можно купить себе что-нибудь из того, что выставлено на торги, к примеру, автомобиль, который можно выкупить за полцены от рыночной стоимости. Или вам, например, нужно что-то срочно продать, и в такой ситуации жадничать по цене не вариант. И тут Smart Resale вам в помощь, потому что они работают круче любого ломбарда. Если вы давно хотите задействовать свои средства в каком-то бизнесе, отличным вариантом будут здесь торги по банкротству. Это абсолютно безопасная и легальная деятельность, которая действительно может приносить хорошую прибыль. Это нельзя сравнить с какими-то ставками, телеграм-каналами и пирамидами, так как все сделки и продажи проверяются и фиксируются на законодательном уровне. То есть любые сомнительные манипуляции невозможны. Получаемый доход полностью обоснован, каждый может лично сам выкупить и продавать, но лучше доверить этот вопрос специалистам. К примеру, на торгах можно выкупить машину по заниженной стоимости, потом продать ее и получить на этой сделке, это всего лишь на одной сделке, около 30%. И самое главное, все честно и законно. Для начала вам не нужно посещать какие-то семинары, проходить долгое обучение, так как Smart Resale подготовили специальную модель взаимодействия. В общем, ребята, если вам интересны торги по банкротству, то переходите по ссылке в описании, там можно более подробно узнать все о таких торгах. Так, ребята, признаюсь честно вам, мы здесь были два дня назад, но мы были очень неподготовлены, у меня был плохой свет, у меня не было вот таких сапог, а там впереди очень много воды, поэтому первые шаги нам уже очень даже известны, куда нужно идти. Нет смысла заходить во все вот эти комнатки, они тупиковые. Такая вот щель на улицу, возможно, если все входы завалят, вот особо худые какие-то сталкеры, диггеры будут пролазить через эту щель. Привет, Теймур. Ну что, погнали. Итак, ребята, вот тут вокруг вот этой мусорки есть вот такая дырка, полагаю, она тоже, наверное, была когда-то завалена, может, не была, ее кто-то раскопал, если она была завалена. Ну, в общем, нам сейчас нужно двигаться туда внутрь. Че, ты опять первый? Давай. Вот, середа спускается, поменьше, чем я, ну, это дается вам надо. Через такую вот, ребята, дырку мы спустились. Ну и дальше, вот такие вот ступеньки вниз, я так понимаю, это мы на первый этаж спускаемся, да? Да, это именно первый этаж будет, а ниже все будет завалено уже. Ну, мы сможем пройти и вправо, и влево, и там будут развилки, так что все сейчас увидим. Я надеюсь, мы сегодня не заблудимся, потому что у меня с ориентированием так себе, честно говоря. Будем идти наугад. Ладно, погнали. Итак, ребята, мы спустились по вот этой лестнице, и здесь, на первый взгляд, у нас тупик. Ну, мы уже были здесь два дня назад, и сейчас мы точно уже знаем, что это не тупик, и вот это не проход, а проход у нас вот здесь. В принципе, даже не надо сильно пачкаться. Можно просто в такой стойке, типа упор лежа пролезть. Ну что, дальше, надеюсь, будет просторнее все. Здесь на стенах указаны метки. С помощью этих меток можно найти будет выход отсюда. Стрелочки указывают направление, куда мы сейчас отправимся. То есть мы по вот этой стрелке сейчас идем вправо? Да. Окей, пошли. Кстати, ребята, открою секрет. Два дня назад мы, кажется, шли влево. Вот есть такие стрелки. Мы сюда не решили идти, потому что здесь много воды, у меня не было таких сапогов. Или сапог. Ну, ладно, теперь пошли прямо. Идем по такой вот воде. Кстати, заметьте, вода реально очень прозрачная. В принципе, если ее не коломутить, может быть, даже на первый взгляд можно подумать, что ее здесь нету. Но она есть. Еще, кстати, что удивительно, ребята, обычно, когда в такие места всегда заходишь, по крайней мере, недалеко от залазов всегда есть куча-куча мусора. В Эстонии, я не знаю, либо просто мало людей лазят по таким местам, либо просто не мусорят, как правильно я буду сказать. Я думаю, люди сюда ходят, но они все-таки культурные и не оставляют здесь мусор. Что и вам советую. Но мне все равно кажется, что у нас больше людей посещают такие места, у вас как-то люди больше боятся. Согласен. У нас меньше посещаемости, но все равно люди стараются не мусорить. Ребят, мы прошли буквально от начала, я не знаю, ну метров 30 и уже такая глубина, блин. Если что, придется возвращаться и идти в другое ответвление этих тоннелей. Какая-то такая переходная плита, такая уже арочка вырисовывается. Здесь, кстати, вот что удивительно, ровные такие каменные потолки. Кстати, в каком году вообще эти тоннели все появились? Они появились уже после Первой милевой войны и во Вторую милевую войну они активно использовались с визистами. Так, впереди у нас какой-то небольшой ниягарский водопадик. Все, здесь уже меньше становится. А здесь, ребята, потолок уже не такой ровный. Видимо, был какой-то обвал. Да, скорее всего, обвал был. Вот остатки камней. Видим, ребята, вода уже заканчивается. Здесь куча-куча глины, куча следов. Это радует, что здесь ходили люди. Пока что не видим трупов, значит, воздух здесь, скорее всего, пока что есть. Дальше тоже, надеюсь, будет. В общем, честно говоря, мы даже понятия не имеем, куда приведет нас этот тоннель и как долго он вообще может везти нас куда-то. Я, честно говоря, думал, что Влад здесь был, но Влад оказывается здесь первый раз. Я, возможно, заходил в этот тоннель, но с другой стороны, потому что с той стороны я точно не заходил, где мы спустились. Я понял. Ну ладно, пошли. Если выйдем даже в другом месте, так даже прикольнее будет, потому что не нужно будет вон туда возвращаться. Ну там еще были развилки. Нам следует или вернуться, или где-то с другой стороны туда зайти, потому что интересно туда тоже. Ну да, хотелось бы полностью исследовать эти пещеры. В общем, ребят, мы дошли практически до тупика. Здесь такой стол из каменного века еще остался. Здесь какие-то обозначения. Не знаю, что значит вот этот зеленый кружочек с крестиком. Выхода нет? Может, выхода нет, да, кстати, но стрелка есть все-таки туда. Вот тоже какое-то типа H стрелка. Может, наоборот, есть выход, потому что, видишь, стрелки еще есть и в обратную сторону. И вот такая вот пещера. Я так понимаю, здесь засыпали. Вряд ли это обвал какой-то. И переход уже в другую пещеру. Здесь еще глина такая, соля или что-то. Да, что-то сверху. Какая-то каменная порода здесь. Ну что, ребята, следующий тоннель. Опять вода. Кстати, смотрите, с двух сторон какая-то такая полоска странная. Не могу найти никакого объяснения. Они вот так прямо вперед пошли. И впереди что-то, да, отражает свет. В общем, напишите в комментариях, если знаете, что значит эта полоска. Может быть, это какой-то слой другой породы, либо что. Кстати, смотри вперед. Видишь, как будто какие-то глаза светятся. Да, реально как будто глаза светятся. Я даже думал, что это просто уже выход какой-то, но это просто свет отражается от чего-то. Может быть, там какой-то животный сидит. Вот, ребята, мы уже подходим ближе и мы видим, что это за глаза были в конце тоннеля. Реально казалось, как будто бы какой-то зверь на нас смотрит. Кстати, смотрите, блин, мы пришли в тупик. Реально тупик. А что это сделали такое отражающее? Здесь какой-то катафот от велосипеда типа или что? Это какие-то тоже штуки отражающие. Здесь, наверное, был спуск ниже. Да, может быть, был, его завалили. Ну что, нам теперь нужно самый конец, точнее, начало возвращаться и идти в левую сторону. Да, пойдем влево. Погнали. Короче, ребят, я снимал, как Влад сюда и вылазил. Я тоже, понятное дело, сюда и вылазил. В общем, я смотрел в эту сторону. Сейчас мы возвращаемся назад и посмотрели сюда. Здесь тоже есть дырка. Погнали туда. Чуть-чуть неудобно. Не хотелось, чтобы коленями становиться, но это все, чтобы не запачкаться. Это все равно буду грязный. Ой, осторожно, здесь может такой камнепад небольшой быть, смотри, вот камни реально на волоске висят. Давай просто быстренько проползать, да и все. В общем, ребята, мы пришли, типа тупик, но я так понимаю, здесь были такие же ступеньки, как в начале, когда мы спускались. Давайте посмотрим, что там вообще у нас. здесь тоже дырка. Сейчас будем, короче, вверх туда ползти. О, сразу чувствую такой сквозняк. Видимо, где-то есть выход, очень близко причем. У нас тут немножко уже атмосфера поменялась. Под ногами такие камни, как будто даже куски асфальта, я сказал бы. Может, что-то кто-то когда-то пытался завалить. И вот здесь, смотрите, что мы нашли. Спускаемся на этаж ниже. Фу, ребята, на вот этой лестнице сразу же вот как-то очень резко, очень много мусора стало. Прям пипец, как будто здесь, я не знаю, какие-то бомжи были или что. Я просто, ну реально не знаю, вот если малолетки сюда приходили бухать, блин, ну как-то очень много насрали, как будто здесь, знаешь, они постоянно тусили. Либо здесь сейчас скоро будет выход другой. Возможно. Потому что, ну реально, обычно такое количество мусора на выходе. Ну блин, я вот реально похвалил, что у вас не мусорят. Люди сюда ходят, но они все-таки культурные и не оставляют здесь мусор. Да, кстати, уже даже стены меняются, смотри. Здесь как будто какая-то каменная окладка такая чем-то облетлена. Посмотри, все в копоте, как будто бы здесь пожар был. Может быть, кстати. Узкий такой проход. Ну пойдем, посмотрим, что там дальше. Сразу, кстати, уже как-то совсем, вот реально мы, читай, на этаж вниз спустились и уже очень сильно все поменялось. Здесь походу какой-то туалет был. Кстати, вот вентиляция какая-то идет наверх. Как будто, знаешь, уже как будто какой-то бомбарь сделали. Честно, я очень хотел бы, чтобы сейчас где-то здесь был выход, потому что возвращаться столько, сколько мы прошли, ну вообще как-то не хотелось. Ну да, уже устали, так далеко шли и у нас даже с собой воды нет. Свечу вперед в турбо-режиме. Ой, вот, турбо-режим и вижу, что этот тоннель просто мега-длинный и он такой узкий. Перед этим все коридоры, по которым мы шли, они были такие широкие, просторные. Там даже, не знаю, машина какая-то могла передвигаться. Кстати, здесь уже какие-то полки, возможно, реально это бомбарь какой-то был уже. На смену круглым аркам пришли вот такие вот квадратные, длиннющий коридор, ребята, по бокам полки. Возможно, это какое-то типа хранилище было чего-то, видимо, рассчитанное на очень большое количество людей. Ну там какие-то припасы, может, лежали. Вполне возможно, что мы сейчас придем в какой-то большой бункер, потому что, ну, если есть такое количество припасов, значит, где-то рядом должно под землей сидеть в случае какой-то ядерной войны. Очень много людей, наверное. Вот, кстати, какой-то подъем на второй этаж, выше туда. Но есть еще тоннель прямо. Давайте, ребят, пройдемся прямо. Кстати, что здесь с водой происходит? Она вроде чистая, но снизу какой-то имеет синий оттенок вот это все. Да, здесь походу был выход, либо этаж вверх. Его завалили. Кстати, здесь, наверное, опасно стоять. Смотри, вот эти швеллеры упали. Ну, как бы, вроде не падает, но может упасть. Так, а здесь что у нас? здесь почти тупик. Видим вверх какая-то комната. Давайте, ребята, я туда залезу, посмотрите, что там. Да, в этих сапогах очень лазить. Слушай, мы так далеко зашли, я боюсь, чтобы мы не заблудились. А, стоп, не лезь сюда. Здесь все завалено. А здесь закрыто. Есть тупик. А там? А, там? Не знаю, я сейчас подстрелил. Тоже тупик. Нужно возвращаться на ту лестницу, которую мы видели метров сто назад. Так, ребята, мы вернулись к этой мусорке. Вот эта лестница. Последняя надежда на выход, потому что, честно, я не знаю, сколько мы, около двух часов ходим? Без понятия, у меня часов с собой нет. У меня тоже в телефоне разница. У меня в телефоне есть, но мы... мы вроде не засекали, во сколько пришли. Да, мы не смотрели на время, и потому что здесь нет связи, в принципе, нет смысла доставать телефон просто. Короче, я надеюсь, что здесь есть выход, потому что, ну, не мог кто-то сюда так далеко занести много мусора и хотелось бы уже где-то выйти на улицу. Так, здесь какие-то свечи. Ух ты, это что такое было? Что-то типа на генератор похоже. Что-то есть. Да, есть еще дырка, еще одна дырка. Ай! Блядь, если тут тупик, хотя не, я уже слышу тягу воздуха. Да, там есть куда пролезть. В общем, там походу уже улица, потому что я слышу, что-то шумит. Ну и тягу воздуха там такая присутствует. Ну, отлично. Погнали. Погнали. Я думаю, пролезешь. Просто Влад немного повыше меня и покрупнее. Ему, наверное, тяжелее, чем мне пролазить в эти дырки. Это получается вентиляция? Да, скорее всего, мы уже в вентиляцию залезли. Я надеюсь, там решетка сейчас не запилена. Мы сможем выйти на улицу, потому что если придется возвращаться, будет жесть. Еще, кстати, ребята, вот в этих сапогах карабкаться по вот таким стенам вообще не прикольно. Угу. давай я куда-то пролезу, потом ты начнешь лезть, чтобы там тебе на голову не сыпалось. Я так понимаю, это шторшки какой-то местный алкоэнергетик. Да, ребята, там улица. я залез, можешь ты лезть. Иду. Здесь, кстати, уже выход на улицу я вижу. Да, поскорее бы свежего воздуха. Да, свежего воздуха очень не хватает. Фу, наконец-то, ребята, свободы. Какие-то машины стоят. фонарик себя очень хорошо опроводал. Правда, в турборежиме очень греется. Какое-то здание сожжено. Я вообще хрен его знает, ребята, где мы вышли. Мы, короче, были на окраине города, если не ошибаюсь. Сейчас вижу, там какие-то люди ходят, здесь какой-то дом стоит. Там какие-то машины стоят, там машины стоят, заброшка какая-то. Я надеюсь, мы никому на территорию не попали. Ну, если что, вот есть выход на дорогу. Мы вышли в каком-то как будто бы парке или что? В общем, я понимаю, мы так далеко, да, ушли от места залаза? Ну, слушай, мы в центре города вышли. Фу, ребята, это капец. Мы километров 10, наверное, прошли или меньше? Честно, вот расстояние не могу определить так, потому что сначала были однотипные туннели такие, всю дорогу, а потом вот мы спустились по лестнице и все поменялось тоже, потому что сложно сказать, сколько мы прошли. В общем, ребят, насколько я понимаю, мы зашли в эти туннели где-то на окраине, вышли в центре города. Офигеть просто. При том, что очень много участков, где мы шли, там, через какие-то щели проползали, они были зарыты. Короче, нам все-таки реально далеко удалось пробраться. машина стоит на окраине города. Мы в центре города в таких вот сапогах модных. Можно написать Гуччи, короче, чтобы мы не казались колхозниками какими-то. И сейчас, короче, наверное, нам надо будет как-то обратно туда же, где закидывались, добираться. В общем, такой вот, ребята, интересный видеоролик. Ну, как по мне, реально интересный. Как по вам, пишите в комментарии, я не знаю. Еще раз повторюсь, у Влада тоже есть свой канал. Видите, он снимает, короче. То есть у него там будет другая версия этого видео. Если хотите посмотреть, переходите по ссылке в описании, подписывайтесь, если будет интересно. Ну, а с вами был Сергей Трейсер. Всем до новых встреч. Всем пока.